Грядет великое переселение факультетов в Ивановском госуниверситете. Десятый корпус на улице Тимирязева начали строить в 2006 году. Затем грянул кризис и перекрыл финансовые потоки. Сейчас самое масштабное за последние десятилетия вузовское строительство на завершающей стадии. Восемь этажей корпуса построены, ведутся отделочные работы. Наш университет располагает, включая это здание, десятью корпусами. Но из них, к сожалению, это только второе, которое строится как учебное здание. Все остальное – это бывшая фабрика, пятый корпус, бывший жилой дом, седьмой корпус, бывшее общежитие, третий корпус. На 10 тысяч квадратных метров переедут студенты самого многочисленного экономического факультета и историки, которые ютятся в полуразрушенном шестом корпусе. После завершения этой стройки их старый корпус снесут. Здесь будет центральная столовая университета и спортивный зал. На последнем этаже расположится конференц-зал с видом на город. Там аспиранты будут защищать диссертации. Часть факультетов сейчас у нас работает, так сказать, в полторы смены. У нас не хватает площадей, о чем Михаил Александрович говорил. Я надеюсь, что с вводом этого здания мы будем все учиться в одну смену. В ходе осмотра корпуса губернатор региона посетил третий этаж здания. Он почти готов. Установлены двери и даже сантехника. Цветовые и проектные решения корпуса современные и продуманы до мелочей. Например, лифты. Их здесь два будут работать только с третьего этажа. Впереди новая задача. Это строительство еще одного корпуса, который по сути своей будет соединять старый и новый корпус. Здесь необходимы определенные лоббистские действия в плане поддержки нашего университета, чтобы он попадал в соответствующую программу. Учли проектировщики неудачный опыт первого корпуса и отвели пространство для парковки машин, преподавателей и студентов. Отделочные работы в Альма-Матер по планам завершатся в декабре этого года. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.